Недроприкамен на продажу. Общая сумма стартовых цен участков по добыче углеводородов на прошедших торгах составила почти 60 миллионов рублей. При трятии года 24 компании-победителя по 8 номинациям наградили сегодня в Перми. Пермские банки показывают рост прибыли за три квартала 2016 года. Данные приводит банковский информационно-аналитический портал. Главные новости на РБК Перм. В студии Станислав Загайнов. Добрый вечер. Сегодня состоялись четыре аукциона на право пользования участками недр в Пермском крае. Общая сумма стартовых цен участков почти 60 миллионов рублей. Были разыграны права на пользование недрами Энского, Федотовского, Бордобашинского и Черденского участков. Победитель конкурса на пользование Энского участка пока неизвестен. Стартовая цена составила более 700 тысяч рублей. Компания УНК Перм получила право на пользование недрами Федотовского и Бордобашинского участков за 3 миллиона 400 тысяч и 3 миллиона 800 тысяч рублей соответственно. Право пользоваться самым перспективным, по мнению аналитиков, участком недр Черденским выиграла компания Уралнефтесервис. Его стартовая стоимость составила более 50 миллионов рублей. Аналитики объясняют подобный разброс цен разной степенью изученности участков и прогнозной величиной запасов углеводородного сырья. По их мнению, наиболее привлекательным является Черденский участок, чьи геологические запасы превышают полтора миллиона тонн. Хотя, по факту, этот показатель может не превысить и полмиллиона. Также в нефти этого участка содержится растворенный газ. По прогнозам, налоговые поступления по Черденскому участку в государственный бюджет могут составить более 450 миллионов рублей, с учетом вводимой с начала следующего года ставки налога в размере 919 рублей с одной тонны нефти. Также еще по одному участку сегодня аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия претендентов. Повторный аукцион на право пользования недр Ракенского участка может состояться в следующем году. 10 миллионов рублей компания Сибурхимпром потратила на социальные программы в 2016 году. Об этом рассказал генеральный директор предприятия, которое стало победителем в номинации «Химическое производство» в конкурсе «Предприятие города по эффективности производства и решениям социальных вопросов». Такой конкурс в Перми состоялся уже в 12-й раз. Он проводился в два этапа. Предприятия, прошедшие отбор на уровне района, получили возможность участвовать в городском конкурсе. Второй и заключительный этап состоялся сегодня. Город, население города, органы местного управления в любом случае должны давать вот такую визуальную, видимую оценку тому, кто является лидерами бизнеса, кто является лидерами промышленности, тому, как те или иные предприятия взаимодействуют с городом, что делается на благо города в рамках социальных, в рамках благотворительных проектов. Среди 40 заявленных предприятий было отобрано 24 компаний-победителя в 8 номинациях, таких как производство машины, оборудование, научные исследования и разработки, целлюлозно-бумажное, металлургическое производство и строительство. Среди победителей – первым главснаб, пните, редуктор ПМ, комкабель и другие. Цены на нефть в ближайшие два года будут колебаться в диапазоне 40-50 долларов за баррель. Такой прогноз дала глава Банка России Эльвира Набиулина. Также она отметила, что регулятор готовит стрессовый сценарий при цене 25 долларов за баррель. Это маловероятно, но даже он не будет катастрофическим для России. Хотя может привести к ослаблению рубля. Сейчас же российская валюта остается под давлением, отмечают аналитики. Фактор налоговых платежей сходит на нет, а внешние риски только усиливают свое влияние. Центробанк установил официальные курсы валют на 25 ноября. Курс доллара повысился на 62 копейки, составив 64 рубля 63 копейки. Курс евро увеличился на 3 копейки до отметки 68,09. Единственным пермским банком, показавшим убыток в октябре этого года, стал Урал-ФД. Падение по сравнению с предыдущим месяцем составило более 135%. В ежемесячном рейтинге величины прибыли российских банков Урал-ФД упал на 350 позиций. Эти данные приводит банковский информационно-аналитический портал. Убыток банка Урал-ФД в октябре составил более 60 миллионов рублей. Он, однако, остается крупнейшим пермским игроком по величине активов и капитализации. Незначительную прибыль в октябре показал банк Перм. Рост составил 16%, при этом опустился в рейтинге на 4 пункта. Положительную динамику в октябре по сравнению с предыдущим месяцем показал только Проинвестбанк. Поднявшись в рейтинге на 35 пунктов, рост прибыли составил более чем 800%. Далее прогноз погоды. Хорошего вам завершения дня. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи. РБК Перм. Ракурс. Платон. Грузоперевозки в новых реалиях. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова